Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Марина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет посвящено самой, наверное, популярной теме на моем канале. Это, конечно же, волосы. Для начала их надо расчесать, и заодно покажу вам свое состояние волос сейчас. Вот так мои волосы выглядят сейчас. Несмотря на холодную погоду, несмотря на все морозы, но это было не всегда. У меня были достаточно сухие волосы, безжизненные, скажем так, несмотря на то, что они были длинные. И уже даже когда мои волосы становились хорошими, красивыми, ухоженными, здоровыми, все равно в период зимы, особенно февраль-март, как я уже говорила в прошлом видео, это был самый тяжелый для меня период всегда, у меня всегда они были очень сильно сухие в это время. И несмотря на весь мой уход, который я тогда делала, они выглядели очень непрезентабельно в это время, скажем так. Поэтому я старалась их как-то убирать. Я решила записать серию видео про проблемы с волосами. Сначала хотела про выпадение волос, но поняла, что самая все-таки распространенная проблема это секущиеся кончики. Практически у половины, мне кажется, людей, у каждого второго есть секущиеся волосы, и у меня в том числе. Просто красота и ухоженность их зависят от количества этих секущихся волос. Если их достаточно много, что часто очень бывает, то волосы выглядят неухоженными, несмотря на то, какими там средствами они не мазались, какими шампунями дорогими они не мылись, несмотря на то, какими дайсонами они укладывались. Выглядит это неухоженно и некрасиво. Но хочу сказать то, что секущиеся кончики это, наверное, самая такая минимальная проблема, которая может быть с волосами, и действительно это нормально, когда они есть. Поэтому если у вас секущиеся концы есть, и даже если их много, я хочу вам сказать, что это решается проблема, даже если это у вас генетическая предрасположенность. Но всем в порядку. И начну с того, что действительно раньше мои волосы выглядели совершенно иначе. Здесь прикреплю фотографии, или я уже прикрепляла их. Раз, происходило это из-за секущихся концов. И из-за того, что я их никак не убирала и ничего с этим не делала. Волосы пытались расти, росли не очень хорошо, и волос просто ломался. Потому что секущиеся кончики равно сухие кончики. А когда сухие, они, соответственно, ломаются. Очень легко при любом просто воздействии, будь то расческа, будь то даже просто какое-то поглаживание, или там какая-то непогода, и они ломаются. Поэтому с секущихся концов, скажем так, все начинается. Для того, чтобы предотвратить множество проблем с вашими волосами, нужно сначала диагностировать у себя секущиеся концы, и наконец-таки взяться за то, чтобы наконец-то устранить эту проблему. Я считаю, что полностью устранить эту проблему просто невозможно. Чтобы ее полностью устранить, волосы нужно запечатать в какой-то футляр стеклянный желательно, и вообще оттуда их не доставать. Тогда, возможно, да, с ними ничего не случится. Опять же, повторю, все зависит от того, как много этих секущихся кончиков. Если их немного, они совершенно не видны и не критичны. Волос вообще у нас имеет строение некое. Думаю, наверное, все это знают, но повторю, он состоит из волосяного фолликула. Это такой орган, который включает в себя луковицу волосяную и сосочек, через который к волосу самому поступают питательные вещества, кровоснабжение идет и так далее. И сама часть вот эта, которую мы видим, это волосяной стержень. Он покрыт кутикулой. Вообще волосы это белковая структура. Итак, при сечении волоса повреждается как раз-таки структура самого вот этого волосяного стержня, который виден нашему глазу. Вообще в трихологии это состояние выделяют в отдельное заболевание, это патология. Называется она трихоптилоз. И заключается в том, что волосяной стержень у нас расслаивается по длине. Почему же это происходит? Во-первых, конечно же, это неправильное питание. Это недостаточное потребление белка, потому что, опять же, повторюсь, волосы это белковая структура. Это недостаточное потребление жиров, конечно же, потому что очень сильно тоже правильные жиры, полиненасисыщенные жирные кислоты влияют на качество наших волос, на их рост, на их вид и на их, конечно же, здоровье. Здоровье вообще. Также сюда относится нехватка воды в организме. Нужно соблюдать питьевой режим. Это все тоже прекрасно знают. Как бы нам не хотелось, но все-таки генетическая предрасположенность также будет включена в причины трихоптилоза. Но хочу вам сказать, что генетику иногда можно победить. И это точно тот случай. Иногда ее можно обхитрить и не нужно опускать руки, если у вас есть эта предрасположенность. К причинам я отнесу, конечно же, неправильный уход и жестокое обращение с волосами. То есть это допускание, запутывание волоса, неиспользование различных уходовых средств, недостаточная защита волос и так далее. Сюда же отнесу как раз-таки погодные условия. Это тот случай, когда девушки свои прекрасные волосы выставляют на морозе, выставляют на ветру, в дождь и так далее. То есть когда непогода, это вообще сразу сухость волоса, его запутывание, ломкость и сечение, конечно же, тоже. Еще к жестокому обращению с волосами я отнесу неправильные подобранные резинки, расчески, зажимы, заколки. Дальше расскажу, какими они должны быть. Также к причинам трихопсилоза можно отнести высокие температуры. Это и солнечные лучи, точно так же использование различных утюжков, фенов на горячих температурах и так далее. Но сразу же скажу, что это не значит, что ими не нужно пользоваться. Я тоже пользуюсь и в том числе даже утюжком. Просто нужно следить за их температурой и использовать термозащиту в случае частого применения их. И особенно, если вы пользуетесь на очень высоких температурах. Также к причинам можно отнести неправильное мытье головы, неправильную сушку головы. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что когда начинают запутанные волосы, например, мыть, намывать, еще как-нибудь их прям сильно растирать. Вот так вот все сюда, всю копну, наверх поднимают и начинают вот так вот елозить руками. Это вообще ужасно для волос. А потом еще в полотенце их закутывают, какое-нибудь грубое такое махровое. И давай вот так вот еще растирать, сушить, чтобы побыстрее все было. А потом еще и феном горячим. И волосы тогда просто в шоке находятся. В шоковом состоянии. Действительно, это так. Поэтому это тоже очень сильно важно. Имейте это в виду. Также, конечно, сюда еще отнесу и химические воздействия. Особенно сюда я отнесу краску для волос. Конечно же, натуральные волосы легче отрастить. За ними легче ухаживать. И легче добиться вот этого блеска. И чтобы они выглядели очень красивыми и ухоженными. Конечно же, с натуральными волосами намного легче работать. Но опять же, у меня всегда были натуральные волосы. Но выглядели они не всегда так. И я думаю, вы тоже знаете какие-то примеры, когда натуральные волосы не очень хорошо выглядят. Их очень легко тоже испортить. И также я считаю, что окрашенные волосы, конечно же, даже очень сильный блонд может выглядеть превосходно. И я таких людей знаю, когда блонд шикарно блестит. Он длинный до пояса. И все шикарно у таких людей. Поэтому все в наших руках. Опять же, это зависит просто от ухода. Просто, например, как я считаю, если у вас генетическая предрасположенность. Или если у вас окрашенные волосы. Например, тот же блонд. Просто нужно более тщательно ухаживать. То есть еще больше прилагать к этому усилию. Еще больше заботиться о волосах. Еще больше проявлять к ним любви. И вот я считаю, что здесь все в этом дело. Конечно же, дефициты в организме, которые либо возникают в результате нехватки их с питательными веществами. Либо же в результате каких-то хронических вообще состояний и хронических заболеваний. Конечно же, при хроническом заболевании, особенно если это гормональное какое-то заболевание, гормональный сбой. Особенно если это органы ЖКТ, то, конечно же, волосы будут страдать. Как кожа, как ногти, так и волосы, конечно же, будут страдать. И вообще, я считаю, что волосы это индикатор нашего здоровья. Заметьте, я лично по себе замечала. Когда я болею, у меня волосы очень тускло выглядят. Конечно же, мне потому что и не до ухода за ними. Ну и просто это полное истощение организма идет. И, конечно же, в первую очередь это все сказывается на нашем внешнем. На коже, на волосах, на ногтях и так далее. Также я сюда еще отнесу тот случай, когда девушки используют только исключительно натуральные средства. Натуральные шампуни, натуральные какие-то кондиционеры. Я, если честно, никогда их не использовала. Я пробовала, это мне не подходило никогда аж ни для лица, ни для волос. Я люблю силиконы. Силиконы ничего плохого волосам не делают. Не знаю, почему их так сильно все боятся и сторонятся. Они, наоборот, уплотняют волос, они делают его блестящим. Просто, опять же, здесь нужно все в меру использовать. Но силиконы это не зло. Не абсолютное зло, скажем так. Если вы обнаружили уже у себя сеченые волосы, то есть все-таки раздвоение, разволокнение волоса, скажем так, то, к сожалению, с ним уже ничего сделать нельзя. Вообще есть методы, которые помогают скорректировать или замаскировать этот сеченый волос. Они есть как такие косметические, то есть это какие-то средства, это какие-то сыворотки, это уход, например, какой-то уход салонный. Он на какое-то время поможет чуть-чуть замаскировать. То есть это силиконы, они прям очень сильно обволакивают этот волос. И какое-то время их будет не видно. Тот же кератин, мне кажется, таким действием обладает. Если все-таки у вас не такая страшная там картина и вам хочется восстановить свои хорошие, здоровые волосы, то я все-таки советую обрезать все эти сеченые кончики и уже к остальным волосам относиться подобающе, чтобы они не появлялись. Также есть еще косметологические средства. Это мезотерапия, это лазерная коррекция. Но, честно, я с этим не сталкивалась. То есть просто знаю, что такое есть и не могу ничего про это сказать. Так, перейдем к тому, как же предотвратить сечение волосы, что делать для того, чтобы он не появлялся. Повторюсь, что сечение волосы, к сожалению, процесс необратимый и восстановить его никак нельзя. Поэтому мы обрезаем кончики, мы обрезаем эти сеченые волосы. И вообще регулярное подравнивание кончиков на 2-3 сантиметра хотя бы раз в полгода, это просто обязательно. А так волосы лучше растут, и они обновляются. И все равно кончики у нас всегда больше всего страдают. Даже если мы не используем никакие утюжки, все равно они будут страдать. Ничего страшного в этом нет. Не бойтесь подравнивания. Как вы знаете, если вы смотрели мое первое видео, моя история красивых волос началась с того, когда я решилась наконец-таки подстричь свои сеченые концы. Следующий момент, который мы обязательно вводим в свою рутину, это мы обзаводимся различными гаджетами. Гаджеты это резинки, заколки, зажимы, расчески, которые не будут вредить нашим волосам априори. То есть это никаких железных, металлических расчесок, деревянных расчесок с огромными зубьями. Я имею ввиду такие массажные расчески, гребешки, это другое дело. Если у вас ровный, хороший, не склонный к запутыванию волос, то гребешки, пожалуйста, использовать можно. Я советую пластиковые расчески, хороших брендов, проверенных брендов, например, Tangle Teaser. Мне очень нравится эта расческа, она действительно очень хорошо расчесывает, не вредит волосам. Мне очень нравится, я ее всем советую. Я думаю, очень многие с ней знакомы и уже даже многие опробовали. И также я советую, чтобы в вашем арсенале было две расчески. Одна обычная, вот такая массажная расческа, а вторая с перфорациями. Она для того, чтобы сушить волосы. Потому что когда вы сушите и будете натягивать прядь волос, воздух должен проходить сквозь нее. Иначе будет тоже перегревание волоса. Резинки должны быть шелковые. Будет отлично, если они будут из натурального шелка. Но хотя бы это будет пусть искусственный шелк или атлас. Здесь дело именно в том, что такой гладкий материал, он просто не вредит волосам. То есть это может быть какой-то бархат, он тоже не вредит волосам. Но просто натуральный шелк, он не магнитит волосы, во-первых. А во-вторых, он, насколько я знаю, еще обладает сам какими-то такими целебными свойствами. Обволакивает волос как-то и делает его вообще блестящим и шикарным. Для этого тоже выпускают наволочки шелковые из натурального шелка, какие-то шапочки. И действительно есть результаты у людей. Я сама лично не пробовала, я пробовала только резинки. Это действительно вещь. Никаких пружинок, с какой-то металлической фурнитурой нельзя использовать резинки. Вообще очень тугие тоже, не нужно использовать такие резинки. Не дай бог вообще, если вы будете использовать такие силиконовые резинки. Вообще просто волос точно будет посечен. Причем посечен будет он в том месте, в котором вы будете применять эту резинку. А это уже на длине, ничего хорошего в этом нет. Рожимы лучше использовать тоже пластиковые, а не металлические. Сильное солнце и наоборот. Холод, мороз, ветер, дождь. Конечно же в летнюю погоду я не буду говорить, что нужно волосы прятать. Конечно, если вы там летите куда-то в тропике и собираетесь играть на пляже, в любом случае лучше надеть какую-то кепочку, шляпочку. Это и для вашего здоровья, для вашего самочувствия нужно. И также для волос. Лучше волосы спрятать, убрать в пучок. Но знаю и сама обожаю вообще ходить с распущенными волосами в летнюю погоду. Это так красиво. Я вообще очень сильно это все люблю. Поэтому советую в это время использовать защитные средства. Это не смываемые специальные термозащиты. От солнечных лучей. Да, такое тоже есть. И действительно тоже они дают свои плоды. Что касается холода, мороза, ветра и другой непогоды. В этом вопросе я прям категорична. То есть здесь нужно просто волосы убирать. Вот действительно я не вижу ничего красивого, когда зимой девушки выставляют свои волосы. Но что вот от этого изменится? Все равно все в бесформенных пуховиках, в этих шапках дурацких. Какую бы красоту ни создавали дизайнеры, все равно это все дурацкая одежда. Она выглядит нелепо, если сравнить ее с какой-то летней одеждой. Пожалуйста, убирайте волосы. Также очень легко травмировать волосы растиранием каким-то. Это вот как я уже говорила во время мытья головы. Ни в коем случае этого не нужно делать. Растирание полотенцем, ни в коем случае. Просто аккуратненько заворачиваем, отжимаем волосы вот так вот такими промакивающими, продавливающими движениями. Опять же, не вот так волосы, так делать не нужно. Просто вот так вот нажимаем на прядь саму. И потом оборачиваем их в полотенце. Также волосы очень легко запутать во время сна. Если они будут у вас в распущенном состоянии, вы будете вот так вот метаться по постели, и они просто все тоже запутаются. Поэтому я рекомендую заплетать их в косичку. Обязательно правильный уход. У меня есть видео на канале. Сейчас здесь подробно про это не буду говорить. Но я считаю, что самое главное, что нужно использовать в уходе, это маски. Причем мы их чередуем. Обязательно должны в уходе быть увлажняющие маски и питательные. Мы должны этот уход чередовать. Особенное внимание нужно уделять кончикам волос. Как я говорила, они больше у нас подвержены травматизации. Они у нас самые старые, скажем так. Они у нас самые такие беззащитные. Поэтому им уделяем больше внимания. Их больше смазываем маской. Не смываем каким-то средством. То есть им прям уделяем больше внимания. Не допускаем дефицитов в нашем организме. Мы стараемся не болеть. Мы поддерживаем здоровый образ жизни. И сдаем, конечно же, анализы. То есть это общий анализ крови. Смотрим биохимический анализ крови. Особенно общий белок. Смотрим сывороточное железо. И, конечно же, ферритин. Это у нас запасы железа. Он показывает, потому что железо, уровень железа очень сильно влияет на состояние волос. Причем практически в первую очередь. Только потом вы уже можете почувствовать какие-то симптомы у себя в виде сонливости, в виде плохого самочувствия, апатии и так далее. В первую очередь могут страдать волосы. В принципе, все. Если у вас есть какие-то вопросы еще по этой теме, обязательно пишите их, задавайте. Я буду снимать, конечно же, видео и отвечать на них. Также у меня есть телеграм-канал, который называется Ла Лоба. Там я, конечно же, каждый день на связи. Всем отвечаю. Потому что у меня там пока немного подписчиков. Могу себе позволить. Поэтому обязательно пишите, добавляйтесь. И я буду всем, конечно же, отвечать. Ну и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.